Всем доброе утро! Я буквально только что проснулась, хотя уже начало 10-го сегодня Никита мне дал поспать так подольше, потому что знает, что у меня сегодня ответственный день. Ну как ответственный? У меня сегодня прямой эфир будет на канале Beauty Benefits Pro. Для вас он уже давно прошел, потому что это видео вы скорее всего увидите, наверное, где-то через неделю после того, как он уже пройдет. Вот, но тем не менее для меня это сегодня, и я вот как-то встала, я вот сегодня не планировала снимать влог, и я встала и думаю, может заснять, может будет интересно, проведете со мной целый день. Я сейчас вот собираю завтрак, и правда я так смотрю, у меня закончился хлеб, поэтому надо будет либо идти в магазин, что я ненавижу делать с утра, либо что-то придумывать, давайте посмотрим. Ура! Магазин отменяется, потому что я нашла вот такие вот штуки. Это я вчера выпекала, даже не знаю, как это назвать, какая-то запеканка Сэмми. Сэмми явно от нее в восторге. Такая себе как запеканочка, слойка с брынзой и помидорками. Ну, я думаю, для завтрака вполне сгодится. Кстати, зацените, как я сделала кухню. Вот здесь вот последнее, что я вам показывала, стояла печка. Я ее сейчас переместила вот так вот сделала. То есть сначала идет печка, потом микроволновка. Это очень удобно, потому что вот эти вот ножки, они пластиковые, они не нагреваются, поэтому нормально, скажем так, для микроволновки. И получается, что здесь у меня огромное место, где еще можно готовить еду, то есть там досточку поставить, еще какие-то продукты разложить. В общем-то, мне очень нравится, как я сделала. И для тех, кто спрашивал, как мне эта духовка, я, в принципе, уже приноровилась к ней. Купила тоже вот такую вот круглую штуку для всяких запеканок. Вообще это, по-моему, для всяких тортов и кексов. Но я в ней запекаю практически все. Она сюда очень классно входит, потому что там в середине, видите, еще такое полукруглое углубление. То есть не только прямоугольные формы, но еще из-за вот этого углубления можно сюда и круглые такие вот формы вставлять. Что могу сказать по поводу этой духовки? Для тех, кто меня в прошлый раз спрашивал, я так поняла, что эта тема довольно актуальная для многих. Что могу сказать? Она очень неплохая. Единственное, конечно, будьте готовы к тому, что из-за того, что это компактная такая штука, ей нужно будет немножко больше времени. То есть в среднем любая выпечка, любое там запекание овощей и так далее и тому подобное занимает процентов на 20-30 дольше времени, чем в обычной полноценной духовке. И что я еще заметила, самый лучший способ готовки, это где-то на вот этом вот режиме, вот видите, практически максимальный. То есть вот это 200, вот это 230, и я где-то на 240, наверное, или 220, наверное, 215 вот так вот готовлю. Это самый идеальный режим, потому что все, что меньше, оно вообще нифига не запекает. И все, что больше, оно уже так конкретно может начать гореть. Поэтому вот этот режим самый лучший. Я сразу ставлю и верхний, и нижний нагревательный элемент. И вот, к слову сказать, вот, например, там овощи какие-то запечь у меня занимает, ну, наверное, минут 40-50. Ну, там картошка, баклажаны, кабачки, вот такое вот что-то, какая-то такая вот запеканка. Вот это минут 50, наверное, будет готовиться. Какие-нибудь вот такие вот штучки, вот которые я вам показывала, да, вот эта вот слойка такая, она заняла у меня минут 20, наверное, вот. Ну, как-то так. Ну, мне, в принципе, очень нравится. Я сейчас играюсь по полной программе. У меня, я в Инстаграме уже выкладывала свои кулинарные рецепты. Я, да, не могу наиграться, поэтому сейчас вот буду завтракать этой штукой. Ее, кстати, когда разогреешь, она вообще обалденная просто, что я сейчас буду делать. Я, да, не могу наиграться. Время завтрака у меня уже подошло к концу. Сейчас самое время поработать. И, кстати, сижу я сейчас за рабочим местом Никиты. Это его компьютер, его зона. Потому что мой компьютер в один прекрасный момент, это случилось буквально пару дней назад, решил, что все, с меня хватит. Ты меня насилуешь уже 4 года каждый день без остановки. Все, я отказываюсь на тебя работать. И вообще перестал включаться. Ну, Никита его вон разобрал, бедненького. Вот он здесь такой стоит. Отдыхает пока. Оказалось, что у него сломался блок питания. То есть нужно будет новый купить блок питания. Ну, пока он приедет, пока мы его закажем, пока он приедет, то это займет еще какое-то время. Поэтому Никита сделал мне доступ на свой компьютер. Я сейчас работаю с его компьютером. Конечно, ужасно неудобно, но я очень быстро привыкаю. Потому что, на самом деле, когда мы думали, как расположить мебель, Никита забил вот это место возле окна. Оно как раз идет вот напротив окна. Здесь он поставил колонки. У него там еще подоконник. На подоконнике там еще куча его вещей тоже. И вот такой вот довольно широкий стол мы ему купили. Я же со своим мини-пини компьютером решила, что мне отлично будет на таком угловом столе. Здесь у меня, кстати, стоит принтер. Это тоже место занимает. И я настолько привыкла уже в таком вот скрюченном состоянии работать. Вот как бы сидеть за этим компьютером. И вот так вот у меня там ничего не влазит. Я сижу вот так вот в скрюченном состоянии, вот так работаю. А здесь я себя чувствую чуть ли не как принцесса. Я пришла, села, разложилась. Тут все мои вещи есть, куда разложить. Там, я не знаю, у меня здесь столько всего лежит. И еще кучу всего можно положить. Я сейчас решила сделать небольшой перерыв, посмотреть YouTube. И, кстати, хотела вам рассказать о канале одного начинающего ютюбера. Его зовут Генри. И на своем канале он делает различные видео. У него пока довольно мало подписок. Но если вы перейдете по ссылке внизу, вам понравится его контент, то вы можете на него подписаться, поддержать его. Он молодой исполнитель. У него на канале есть как музыка, так и какие-то скетчи смешные. Влоги тоже у него есть. В общем-то, он себя пробует в разных направлениях. Вот сейчас покажу тоже, как выглядит его канал. Подписчиков пока немного, но я думаю, что в скором времени это изменится, потому что у него есть все на это шансы. В общем-то, если есть минутка времени, заходите, посмотрите. Если понравится, подписывайтесь. До прямого эфира у меня остались буквально считанные минуты. По-моему, 14 минут еще осталось. Я уже полностью готова. Все тут разложила. Все, что мне нужно будет показать в прямом эфире. В общем-то, ну, короче говоря, подготовилась. Насколько можно было подготовиться. И да, наверное, буду сейчас еще морально настраиваться. Увидимся с вами уже после прямого эфира. Мы приехали отметить мою успешную онлайн-трансляцию в Макдональдс. Давно я уже этого гамнецой не кушала, но раз такое дело, какое-то настроение хорошее, после успешной трансляции я решила, почему бы и нет. Тем более дома есть нечего, потому что я сегодня целый день, за целый день даже не успела в магазин съездить. Вообще там, в холодильнике мышь повесилась. Вот, поэтому сейчас вот заказали себе всякой фигни, будем травиться. Тебе что сначала, давать картошку или наггетсы? Мне картошку, пожалуйста. И мне еще одна. На этом, наверное, я буду заканчивать сегодняшний влог. Меня уже практически не видно. И хоть лето закончилось, но я очень люблю вот эту пору, когда еще не холодно. И в то же время на пляже уже никого нет. Я обожаю эту пору года. Поэтому с удовольствием, конечно, мы здесь бываем по вечерам. Спасибо, что были со мной, провели этот день со мной. Поставьте мне лайки, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал, если вы новичок на моем канале. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok